Посмотрите, какая история. Вот эта сторона параллельна и равна этому. Дальше, вот этой стороне у нас... Но при этом нужно, чтобы этот отрезок был бы не параллелен этому. Казалось бы, это странная история, потому что если вы проведете вот так вот, то это же параллелограмм, а у параллелограмма диагонали делится пополам. И после этого вы видите, что это тоже параллелограмм, поэтому у него диагонали тоже должны делиться пополам. Казалось бы, так не бывает. Тем не менее, нарисуйте шестиугольник, у которого есть две пары параллельных и, соответственно, равных сторон, а третья пара сторон не такая. Рисую. Рисую. Нет, конечно. Если он выкрует, то такого не бывает, я только считаю. Ага. Ага. Смотрите, как у нас стоят два. Значит, понимаете, в чем стоят? Первая сторона, вторая, третья, первая, то есть параллельно четвертая. Это не так. Вторая сторона, это и тоже нет. Нет. Переподавайте. Еще раз. Надо, чтобы первая сторона была параллельна и равна четвертой. Вторая параллельна и равна пятой. И вы думаете, что я вам поверю. А зря. Дело в том, что когда на чертеже возникает... Отойдите, зайдите, все, садитесь. Уже садитесь. Я вам уже не поверю. То есть, когда на чертеже возникает вот такая штука, то сразу, как сказано в известном фильме, меня терзают смутные подозрения. Отрезок, это не отрезок, будет пересекать, не будет пересекать, украли куртку, не украли куртку, не знаю. Давайте. Возможно, они будут родны. Ну, то есть, параллельны и не родны. Слова меня сейчас вообще не интересуют. Нужно выйти и нарисовать картинку. В общем, картинка должна быть убедительная. Так, ну пронумеруйте их. Первая сторона. Первая сторона. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Значит, третья и шестая параллельны и равны. Отключение. Первая и четвертая параллельны и равны. Замечательно. Вторая, пятая, не равны. Хорошо, спасибо. Вы решили задачу. Хотя, даже как вы нарисовали, все-таки какие-либо смутные подотрения остаются. Правда ли? Давайте я попытаюсь вам объяснить, как это можно было сделать совсем просто. Представьте себе, пожалуйста, такую уголоку. Конечно, вы мне ответите, что получился сам пересекающийся шестиугольник. А это, разумеется, запрещено. Такая картинка нам не запрещена. Ну хорошо. Но ведь я могу второй угольник, вот этот вот, да, два уголка, я его могу немножко переместить вниз. При этом, заметьте, к этому отрезку будет не жарко, не полный. А этот параллельный. Увидели? Я беру и рисую отрезок. Рисую вот так вот. Тот же сам. Здесь стало замечательно. И здесь хорошо. Вот получилась картинка. Давайте я лишний сотру. Лишний сотру. И возникнет такой шестиугольник. Вот смотрите. У него есть первая сторона, вторая, третья здесь. Это здесь у нас четвертая сторона, параллельная и равна первой. Пятая параллельная и равна второй. А шестая, очевидно, не равна неправильной третьей. То есть просто мы в разные стороны вот так вот одинки. Спасибо.